Друзья, хочу показать вам розу крем-абунданс. Куст раскидистый. Розе второй сезон. Растет в 90-литровом кашпо. Посмотрите, как она во все стороны свои ветви раскидала. Очень нежная, серединка такая сливочная. Кисти цветов. Такие вот красивые, нежные. Это бутончики от другой розы. Сейчас нужно подвязывать, потому что у нас дождь начинается. То были сильные ветра, прям порывистые. Очень нежный сорт. Ну а здесь черри бренди. Все больше и больше раскрывается. Тоже до чего же она красивая. Напомню, что мой сад, это мини-садик, расположенный на четырех сотках. Четыре сотки это вместе с постройками мой участок. Под сами растения, но не более двух. Поэтому у меня кашпо и розы в кашпо. А вот это камтез. Это родственница Августа Луизы. Тоже очень нежная. Ну и рядом, конечно, многими любимая Манстетт. Уже какие-то цветочки убираю. 29 мая обычно розы только начинали зацветать. А у нас это весна очень ранняя и засушливая. Там вон дальше желтый огонечек. Это череп гелл. Такая желтенькая. Желтенькая красавица. Тоже очень достойная роза. Здесь очень интересная Джудзе Обскор. Но, конечно, ей не место в кашпо. Но поскольку места у меня нет, вот она у меня в кашпо и растет. А здесь дама Джуди Дэнч и роза Инка. Чем-то похожа она, Инка, с розой Чайна Гелл. Чайна Гелл. Такой вот красавчик Манстеттвуд. Сад находится в Ростовской области, в пригороде Ростова-на-Дону. Здесь раскрывается Транквилити. Еще одна розочка. Очень красивая, нежная. Это роза Дэвида Остина. Транквилити у меня в открытом грунте растет. Какие-то розы в открытом грунте высажены. Но какие-то больших кашпо. Кашпо у меня от 50 до 90 литров. В меньшие я не высаживаю. Пион Соланж. Ему третий сезон. Там он, желтенькая, жена поэта Остинка. Здесь еще одна очень нежная роза Дэ Толбяк. А вон, смотрите, в кашпо тоже нежность какая. Это Констанс. Уперение, ублю. Какие-то цветочки начинают уже светлеть. Какие-то светлеют. Какие-то еще темненькие. Тоже очень красивая роза. Она зацветет второй раз потом. Но это уже будет так, единичными соцветиями. Версайни. Продолжает цвести. Уже неделю, если не больше. Отцветшие вот цветочки уже есть. И цветающие. А вот только-только. Такая яркая серединка у нее. Здесь Джордино. Джордино в этом году не такая обильная. Потому что я ее обрезала. Она подмерзла. Правда, она выдала мне базальные побеги. А с этой стороны тоже. Таких оттенков нежных розочка. Крокус роз. Крокус роз. Питч Аваланш. Моя любимица. Смотрите, какие у нее бутончики. С зеленцой, когда раскрывается. Очень-очень-очень нежная. Так, Юстасия Вэй. Юстасия Вэй продолжает цвести. А рядом с ней Изи Даасит. Вот я переживала. Но нет, они неплохо смотрятся вместе. Очень даже неплохо смотрятся. Когда она раскрывается, она более яркая. А потом уже начинает, когда цветает, выгорать. И тут уже она где-то даже оттенками совпадает с Юстасией Вэй. Зе Алновик Роуз. Еще одна устинка. Очень недружное в этом году цветение. Какие-то уже отцветают, какие-то только зацветают. Очень недружное цветение. Эльм Шорн. Розочки. Восемнадцатый год. Я поражаюсь ее стойкости. Роза действительно достойная. А здесь у меня все больше и больше зацветает Тизинг Джорджия. Тизинг Джорджия тоже красавица. Тизинг Джорджия тоже высокая должна быть плетистая. Но она еще маленькая у меня. Высажена она рядом с желтой розой Golden Showers. Но поскольку Golden Showers сильно-сильно промерзла, я ее обрезала. Фактически там вообще ничего не было. И вот она, посмотрите, какие длинные побеги мне дала Golden Showers. Но цвести, естественно, она будет позже. Значительно позже. Так бы она ранее, она бы уже зацвела. Но да, и вот здесь Навалис. Навалис у меня в большом хашпо. Он рядом с розой Perennial Blue. Perennial Blue, конечно же, в грунте. На ней вот ее толстые побеги. Ну, а Навалис очень красиво смотрится с Perennial Blue. Perennial Blue, когда отцветает, видите, оттенки тут вот совпадают с розой Навалис. Так вот, если приблизить. Очень красивая роза, нежная. Но у нас она горит, поэтому вот я ее в кашпо высадила и поставила под сиренью. Под огромным деревом сирени, который мне, кстати, обрезать надо. Она-то уже отцвела сиренью. Тизинг Джорджия. Шанталь Мерье все больше и больше раскрывается. Августа Луиза. Красавица. Здесь Винчестер Кефедрал. Раскрывается уже четыре сезона роза. Раскрывается. Здесь моя старенькая розочка. Вымерзла. Я ее убрала, а она вот остался побежек. И вот, смотрите, Ретен Туишин. Ну, пусть пока. Руэл Даль. Это молоденькая Джульетта. Одна. Вот здесь вот вторая. Вон она, Найтол, вдалеке. Здесь Мария Терезия. Мария Терезия у нас может быть очень-очень высокой. А вот, смотрите, Байланду. Маленькая флорибундочка такая. Она у меня в ножках у лагуны розы. Ну, вот, лагуну буду, наверное, убирать, потому что, потому что, вот, все розы обработанные здоровенькие, а лагуна никак не угомонится у меня. Посмотрите, обработанная роза. Все равно, все равно, чем бы, как бы я ее не обрабатывала, роза очень валявая. Вот я никому не советую лагуну и лагуну, несмотря на то, что она вон какая обильная. Но я ее буду убирать. Буду убирать, не хочу. Ей четвертый сезон, и четвертый сезон она постоянно болеет, болеет и болеет. Так, туда дальше не пойду. Начинала вообще с того, что хотела показать вам крем-абунданс. Ну, и как пройти мимо вот такой красоты, никак не пройдешь. Давайте вернемся в крем-абунданс. На этом закончим. Вот она. Всем рекомендую. Всем, всем, всем. Шикарная роза. Здоровая роза. Нежный сливочный цвет. А вот, друзья, всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok